Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня, наконец-таки, у меня дошли руки заняться этой орхидеей реанимашкой. Эту орхидею я выпросила у знакомых. У нее совершенно не было корней, а точнее они были все-все-все гнилые. И вот таким вот легким способом мне удалось нарастить ей новые корешочки. Я вижу, что они там есть. Корешочки очень хорошие, корешочки зеленые. Поэтому, если орхидейка без корней, это, в принципе, идеальный способ для наращивания новых. Орхидейку без корней мы ставим, получается, в баночку или в пластиковую бутылку, где насыпан немножечко керамзит и сверху был живой мох. И, получается, на этот мох я поставила орхидейку. И вот такие корешочки у нас получились. Видно остатки старых корней. Они и были очень плохого качества, но я не стала их удалять, дабы они были проводником. Я иногда полностью убираю, иногда оставляю. Это уже по ситуации, как подскажет мне, можно сказать, мое сердце. В этом случае, да, я оставляла. И вот результат. Сегодня я хочу ее вытащить и посадить в более лучшие для нее условия, так как корни у нее уже есть. И, конечно же, хочу это сделать все на ваших глазах. Максимально аккуратно вытаскиваю, чтобы не повредить эти новые красивые корешочки, которые выросли вот в этом вот мхе на керамзите. Я немного убираю и показываю вам эту красоту. В наращивании корней мох играет не последнюю роль. Он очень хорошо держит влагу. И если мы говорим о живом мхе, то орхидеи его очень-очень любят. К тому же, живой мох идет как натуральный антисептик, как натуральный антибиотик у орхидеи. Поэтому он также способствует восстановлению и наращиванию корневой системы. Эту орхидею я обрабатывала пару раз от гнили и обрабатывала препаратами для роста. И обрабатывала также эту орхидею никотиновой и янтарной кислотой. Все эти обработки были на моем канале. Мне не нравится вот это вот место, где отсох листик. Там есть чешуйка и есть чернота. Посмотрите, это, конечно же, очень плохо. И мне придется снять вот эти вот листики. Хотя в них, конечно, еще очень много сил и энергии. Но если я буду сажать ее в новый субстрат, вот это вот распространение гнили, конечно же, мне ни к чему. Поэтому все лишнее я убираю и зачищаю, как бы жалко не было. Поэтому сейчас я разрываю самый нижний листочек пополам, дабы открыть вот этот как раз-таки очаг гнили. Аккуратненько убираю, чтобы не повредить корешочки новенькие, которые выросли. Аккуратно убираю и чешуйки, которые остаются от листика со всех сторон. Вот так. И этот листик также мне придется убрать, потому что под ним я также вижу черноту. Во время реанимации она отсушила вот этот листочек и, видно, началось такой вот неприятный процесс. Но ничего страшного. Зачистим, уберем. Сейчас все обрежу и посажу. Главное, что орхидейка хочет жить и наращивает листочки и корешочки. Я убираю ей этот сухой цветонос, он нам уже не нужен. Но, кстати, на этом цветоносе, он был зеленый, я его специально оставляла, и орхидейка вырастила детку. Как я снимала детку и как она себя чувствует, это все есть на моем канале. Все здесь убираю, зачищаем и также обрезаю еще часть шейки, потому что мне она не нужна. Вот так. Ну, она, в принципе, там и такая сухая. Ну, в принципе, вот и все. Можно сажать эту орхидейку. Когда при пересадке вы видите вот такие вот черные корешочки, где-то, возможно, черные такие вот точки на шейке, конечно же, это нужно обеззаразить, обработать. Это можно сделать с помощью перекиси водорода, это можно сделать с помощью мирамистина, а также самый лучший и верный способ будет это препарат Максим. Поэтому сегодня я буду его использовать в качестве лечения шейки вот этой вот орхидейки. Я буду смазывать именно точечно, так, фокус, именно где мне не нравятся места, вот эти вот все черненькие точечки, вот эти места я буду обрабатывать не полностью всю шейку. Максим подсушивает и обеззараживает, но я не хочу, чтобы Максим полностью засушил мне вот шеечку. Да, мне нужно только вот так вот частично обработать. Сильно пересушивать я не хочу, хотя кто-то, возможно, сейчас скажет, что я так делаю, у меня все хорошо. Так, но я хочу именно вот так вот точечно. В принципе, я здесь каких-то таких супер критичных моментов не вижу, поэтому обработаю сегодня так. Срез обработаю и корешочки черные, которые мне не нравятся. Все, орхидеечка готова к посадке. Пока Максим на шейке подсыхает, хочу показать дитя этой реанимашки. Когда она начала активно наращивать детку, мне так было жалко срезать цветонос, и я оставила вот эту вот малышку у нее расти на цветоносе. Когда я увидела, что мамка начала терять тургор, я детку сняла. И как мне показалось, что сняла я ее очень рано, но я вижу, что все с ней замечательно. Я ее поливала препаратом Проросток, и она активно начала наращивать свои корешочки. Посмотрите, какая прелесть. Малышечка себя прекрасно чувствует, нарастила листочек. Я думаю, что и с мамкой будет так же все хорошо. К тому же мамку я решила посадить в подобный горшочек. Единственное, что он квадратный, но по высоте он такой же. И мне понравилось сажать в закрытую систему, но в невысокие горшки. Потому что когда я сажала в одноразовые стаканчики 500 мл, они высокие, орхидейки в них отлично растут. Но потом, когда приходит время из них пересаживать, очень сложно подобрать горшок, потому что корневая система, она длинная. Но я думаю, вот этот стаканчик, он идеально подойдет. Это, по-моему, из-под йогурта или из-под какого-то смузи, точно не помню. А вот такие вот стаканчики, их продают в любом супермаркете. Это такие коктейльные стаканчики. Кстати, очень даже дешевые, такие тоже идут как одноразовые. Максим немножечко подсох, поэтому мы можем приступать к самой посадке. Я уже добавила дренажный слой. Сегодня это у меня керамзит, кстати, очень хороший, легкий. В такой керамзит я не боюсь сажать свои орхидейки, даже если посадка идет полноценная. Но так как у этой орхидейки есть проблемы именно с гниением корней, я решила выбрать для нее сегодня вот такой вот идеальный субстрат, как живой мох. Живой мох идеально подойдет этой орхидейке для того, чтобы восстановить и нарастить корневую систему. Сначала я немножечко укладываю на керамзит. Устанавливаю осторожно орхидейку, так чтобы не сломать ни один корешочек. Вот таким вот образом. Пусть даже орхидейка стоит криво, ничего страшного. Главное не сломать корни, чтобы они чувствовали себя там хорошо. Надеюсь в камеру все видно. Так, осторожненько устанавливаю орхидейку, корешочки. Шейку сильно я заглублять не буду. Вот это именно место, где я замазала Максима. И пустоты я уже аккуратненько вот так вот заложу живым мхом. Живой мох я беру у Светланы Целиковой. Ссылочку я вам оставлю в описании, потому что я знаю, что многие захотят приобрести такой шикарный мох. Так, аккуратненько придавливаю. Но совсем-совсем немножко, чтобы ничего нигде не сломать. С таким трудом наращенные корешочки нужно, конечно же, беречь и хранить. В принципе, можно сказать, что сама посадочка закончена. Как я уже сказала, сильно заглублять вот это вот место я не хочу. Пусть еще немного просохнет. Пусть Максим хорошо впитается и повлияет на эту зону. Но чтобы орхидейка не шаталась, я решила вверх засыпать простой вот такой вот галькой. Простыми камушками. Это создаст большую устойчивость. Я вот так вот по бокам ее придавлю. Вот таким вот образом. И она будет хорошо и четко стоять. Кстати, орхидейки очень любят гальку. И отлично прирастают гальки корнями. Поэтому, когда используем у орхидеи дренаж, можно даже использовать гальку. Отличный способ именно устойчивости горшочку придать за счет гальки. Особенно если горшок пластмассовый, легкий. Можно насыпать гальку для того, чтобы горшочек не шатался. Собственно, вот как я и сделала. Теперь орхидейка не шатается. Сам горшочек очень устойчивый. И теперь остается только ждать нарастания новых корней. Ну и конечно же, когда этот горшочек переполнится корнями, а листочки все будут длинные и красивые, я пересажу ее в красивый, более большой горшочек. Главное, чтобы нам было видно корешки, которые просвечиваются. Так, сейчас фокус. Чтобы следить за ее состоянием. Все корешочки видно. И я буду наблюдать, чтобы все у нее было хорошо. И эти с трудом нарощенные у нее корешочки все были в порядке. Ну вот и все, мои дорогие. Последующие обработки, которые будут обязательно, я вам покажу. Потому что я знаю, что у многих бывает такая ситуация, когда полностью все корни сгнивают. И вы знаете, не нужно в такой ситуации отчаиваться. Нужно бороться до последнего. Потому что выкинуть орхидею в мусорку вы всегда успеете. Это так же, как и про мою орхидейку Motion. Говорили о том, что она поет в мусорку и она не выживет. Но, мои хорошие, она уже растит листик. И даже собралась пробудить почку на цветоносе. Конечно, цвести ей не дам. Но листик пошел расти. Значит, она хочет жить. И она нарастит себе хорошие новые корни. И вскоре я вам эту орхидейку тоже покажу. Ну, а этих двух красоток я сейчас поставлю на одну полочку. И, кстати, даже в будущем, возможно, это будет групповая посадка двух красивых орхидей. Правда, я не знаю, какого они цвета. Потому что орхидейку я забирала у знакомых нецветущую. И, как я уже говорила, в ужаснейшем состоянии. На этом я буду заканчивать сегодня свое видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч, до новых видео.